Вот, я вот плю швабру, и вот он прям трясется, там вот вода. Обычный электрик всегда ко мне приходит и помогает мне вот воду выливать. Такие манипуляции со шваброй Светлана Литвинцева делает ежедневно. На Крупской 14, впрочем, так у всех. И в квартирах, и на лестничной клетке. Подтеки на стенах, извлеченные с потолков люстры, вздувшиеся полы и плесень. Растаивший снег с крыши уже проник в десятки квартир. По словам жильцов, крыша плачет уже не первый месяц. Вот и на Новый год праздника не получилось. А все заявления и обращения в управляющую компанию остались без ответа. Полностью у меня течет крыша, кровля крыши. Это ужас, спать невозможно. У меня двое старых родителей. Один из них инвалид. Постель вся сырая. Но невозможно спать, потому что очень сырость. Вот, посмотрите сами, вот течет. Вот кровля крыши. Вот уже грибок пошел. Дышать невозможно. Я только вот ношу заявление. Ходите, добивайтесь, добивайтесь. Все. Вот. И были в управляющей компании. Вот пока все тишина. Вот. И писали на госуслуги. Пока вот все полностью тишина. Мы уже все устали. Притекает вот течь кровли до второго этажа. А еще с 13 декабря Светлана и ее родители живут без света. Говорят, просто боятся подключать электричество. Все сразу начинает напоминать фейерверк. Сверкает и мигает. И вроде бы снег на крыше коммунальщики чистят практически каждый день. Но от этого не лучше. У нас просто колоссальная проблема, которая началась еще весной прошлого года. У нас течет крыша. И течет так, что у меня на третьем этаже бегут просто реки по стене. Лето прошло, когда могли бы проводить ремонт кровли. Ее не провели. Выпал снег. Чуть потеплело. Малейший плюс. Плюс начали опять течь реки по стенам. Мы снова пишем в управляющую компанию. У меня на третьем этаже плесень пошла по потолку, по стенам. У меня двое маленьких детей. Я прошу считать вот это вот наше со Светланой Сергеевной обращение как официальное обращение в прокуратуру по этому вопросу. Специалисты управляющей компании развития Центр уверяют, что обследование на состоянии крыши проводят регулярно. И время от времени ремонтируют кровлю. А вот история с отключенным электричеством стала для них неожиданностью. Надо искать источник этой ситуации. Это крыша. И мы выполняем весенние и осенние осмотры. И при данных осмотрах у нас нет повода для беспокойства. Но когда начинается зимний период и огромное количество снега, не только на этой крыше, на тысячи крыш, на тысячи квадратных метрах начинается по всей России проблема с тещью. Сегодня чем холоднее на улице, тем батарея теплее в квартирах. И когда начинает РПТС отапливать данные квартиры, то действительно он подогревает, именно подогрев идет потолка. И когда люди приходят туда убираться, убирать снег, да, то под снегом стоит просто вода. Капитальный ремонт крыши, по словам директора управляющей компании, запланирован только на 34-й год. А до этого момента, дескать, терпите. Ну или запасайтесь влаговпитывающими пеленками, тазиками и свечами. Действительно, осталось ждать каких-то 12 лет. Рязанцы уже решили послушать на этот счет мнение прокуратуры и готовят заявление. Наверняка надзорное ведомство без внимания бумагу не оставит. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».